Блистательная Нина Дорошина. По-настоящему народная артистка. В эти минуты в театре «Современник» идет прощание с той, которая покорила сердца миллионов. Добротой, искренностью, талантом. Она сыграла много ярких ролей на сцене, но вся страна полюбила ее Надю в фильме «Любовь и голуби», который уже столько лет смотрят, пересматривают, цитируют. Проводить с Ниной Дорошину в последний путь приходят ее родные, коллеги, ученики, простые зрители. Ольга Паутова сейчас находится возле театра «Современник». Ольга, вам слово. Лера, прощание с Ниной Дорошиной проходит на другой сцене театра «Современник». Это буквально за стеной от главной сцены, где сейчас идет реконструкция. Нина Михайловна так мечтала вернуться сюда снова, когда закончатся все ремонтные работы. Ведь для нее это было самое любимое место на земле. Этому театру она отдала 60 лет и не ушла отсюда, даже когда Олег Ефремов возглавил МХАТ и позвал ее с собой. Здесь он ставил спектакли специально для нее. Для нее писал пьеса Александр Володин. Впрочем, это не тот случай, когда, говорят, она сыграла сотни ролей. Наоборот, ролей было несправедливо мало, но в каждой она сияла. Коллеги даже прозвали ее кошкой. За невероятную органичности, невозможность ее переиграть. А зрители боготворили за безграничную женственность. Не жеманную на показ, а ту, которую невозможно удержать внутри. Мне очень посчастливилось. Галина Борисовна доверила мне работу с ней в спектакле «Заяц лавстори». Я делала там движение и подбирала ей пластику. И мы с ней много работали. Я была абсолютно счастлива. Чудесная, незабываемая. Так благородно, так нежно, такая нежность, такое тепло, энергия, коммуникабельность, конечно, конечно. И совершенная скромность. Судьбоносным для нее стал спектакль, который не собирал аншлагов и на который даже не писали рецензий. Это «Любовь и голуби». Его случайно увидел Владимир Меньшов. Пораженный игрой Дорошина, он подарил нам один из самых любимых фильмов. Комедия о жизни в лубинке? Нет, для Дорошина это было бы слишком просто и плоско. В ее взбалмошной деревенской надюхе. На самом деле ведь мечты, боль и обиды всех женщин. И общее для всех желание быть любимой и единственной. Наверное, поэтому, глядя на нее, до сих пор плачут и смеются женщины всех поколений. В деревенских избах и высотках мегаполиса. Великая русская актриса, целая планета. Городская женщина, насколько чувствовала корнями русскую душу женщины, вот эту земную женщину, это фантастика. Весь фильм хулиганили, вот я вам честно говорю. Поэтому получился веселый такой, и такой живучий фильм. Фильм, который может поднять любое настроение. И ты смотришь и понимаешь, насколько ей удалось войти в образ простой русской женщины. И, я не знаю, это как-то понятно для всех. Сегодня рядом и коллеги, и студенты, которые стали ей самыми родными. Ведь своих детей у Нины Дорошина не было. Да и в любви долго не везло. Оттого, возможно, она была так верна одному единственному – театру. Свою последнюю роль в спектакле «Заяц. Лавстори» она сыграла уже после обширного инфаркта и операции на сердце. Врачи не знали, сможет ли она ходить. А она порхала по сцене и так всегда смешила зрителей до слез. И только в ее огромных глазах читалась глубокая тоска и грусть. Но их мы как будто не замечали за ее широкой улыбкой и заливистым смехом. Леру прощание с Ниной Дорошиной продлится еще примерно час. А после этого она будет похоронена на Пятницком кладбище. Ольга Паутова из Театра «Современник», где прощаются с Ниной Дорошиной.